Владикавказ 24 на 7 Владикавказ строится и расширяется. Возводятся новые микрорайоны, объекты социальной инфраструктуры. Численность населения из года в год растет, поэтому назовел вопрос расширения границ столицы республики. Городу некуда развиваться, потому что земель физически не осталось. Хотим создать новые микрорайоны с новой современной технологичной инфраструктурой. Максимальная этажная застройка состоит в 8 этажей. И малоэтажная застройка, и такие дома планируется построить. Вот с этой целью мы эти земли хотим видеть в нашем муниципальном образовании. У нас есть такие микрорайоны, как 18-й, 19-й микрорайон. В 18-м микрорайоне мы сейчас заканчиваем строить детский сад многофункциональный. Прекрасное новое здание, новый объект, который соответствует всем современным требованиям. На 280 мест. В 19-м микрорайоне мы сейчас уже злокладку сделали, уже вырыт котлован, и идет активное строительство школы на 1100 мест. Вот такие моменты. Новый город, около 100 гектаров. Планируется построить 49 домов на 270 тысяч квадратных метров. Соответственно, естественно, со своей инфраструктурой. Это школы, детские сады, другие объекты социального назначения. По поручению главы администрации местного самоуправления Бориса Албегова во Владикавказе продолжаются рейды по соблюдению правил санитарного состояния города. Сотрудники Владикавказских префектур и административно-технической инспекции ежедневно проводят выезды для выявления нарушителей чистоты и порядка улиц. Но, как показывает практика, чтобы привлечь несознательную часть населения к бережному отношению к родному городу, одних только ограничительных мер и призывов зачастую недостаточно. С июня этого года в правобережной администрации Владикавказа составлено более тысячи протоколов. Наказание рублем дает положительный результат. При объезде правого берега Владикавказа в обеденное время был зафиксирован один случай складирования мусорных пакетов на улице Марково в 86. Жителям двора было сделано предупреждение. В следующий раз будет оформлен протокол. На самом деле картина меняется в лучшую сторону с каждым днем. Люди начали понимать. Большая была проведена профилактическая работа по всему району. Большая была работа проведена по составлению протоколов административно-технической нарушений в части, касающейся санитарного нарушения. И как сегодня мы увидели, конечно, картина меняется в лучшую сторону. Работу мы, конечно, продолжаем. Будем продолжать до получения итогового результата, чтобы окончательно все жители поняли, что мусорить нельзя, мусор на улицу выкидывать нельзя, его надо выносить в специализированные баки. Уходить от центра к периферии, от магистральных улиц во дворы. Такое указание дал глава администрации местного самоуправления Борис Албеков на одном из совещаний, посвященных теме благоустройства. 26. Ровно столько дворов отремонтировано в столице республики в этом году. В комплекс благоустроительных мер вошли замена асфальтового полотна, ремонт тротуарной части, установка новых лавочек и урн. Там, где требовалось, обновили освещение. В 12 дворах были установлены детские площадки. В каждый такой комплекс входит 5 элементов, в том числе горки, балансир, двойные качели, песочница и карусели. Стоимость каждого такого комплекса составила около 180 тысяч рублей. Всего на благоустройство дворовых территорий в выходящем году было затрачено порядка 36 миллионов рублей. Все работы производились в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды с софинансированием из республиканского и городского бюджетов. Конечно, вопрос стоит очень остро. Очень много дворовых территорий, они полностью, у некоторых вообще отсутствует дорожное покрытие, другие вообще изношены. Нету детских площадок, лавочек, плохое освещение. Сотни обращений гражданам с просьбой не оставлять мусорные пакеты вдоль дорог, так и остаются без ответа. Во все времена считалось неприличным выставлять свой мусор на всеобщее обозрение. Напоминаем, что подобные действия могут повлить за собой наложение штрафа. Ничего не остается, как продемонстрировать, как говорится, товар лицом. Итак, встречайте, мусорные герои этого выпуска. И не забывайте, если вы не доносите мусорные пакеты до контейнеров, но не попали еще в нашу программу, это дело времени. Мы дадим вам такой шанс. Владикавказ 24 на 7. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова